И снова все о нем. Сегодня участники градостроительного совета Чувашии обсудили будущий облик Одисса отеля. Какой, возможно, мы все-таки увидим многострадальную гостиницу и будет ли она готова к командному чемпионату Европы по легкой атлетике в 2015 году. С заседания градостроительного совета моя коллега Надежда Давыдова. Будущий облик Одиса, когда-то и Сувар отеля, градостроительный совет республики обсуждал не раз и не два. Впрочем, эта конструкция красуется здесь с 2006 года и косточки строителям перемыл, пожалуй, каждый чебоксарец. Что же меняется на этот раз? Проектировщики предполагают сделать здание, на их взгляд, более современным. Конструкцию планируют облицевать стеклом и также здание лишится шпиля. Кроме того, в отеле будет меньше номеров – 74. На площадях Одиса собственники намерены разместить многофункциональные залы для проведения мероприятий, спорткомплекс, тренажерным залом, бассейном, банным комплексом. В Одиссе, возможно, появится также пивной ресторан, ночной клуб. А на самом верхнем этаже запланирован панорамный ресторан на 70 мест. Что еще жители республики, надеемся, все-таки увидят в достроенном Одиссе отеле, мы спросили у проектировщика Александра Старцева. Больше появляется офисы, то есть коммерческие помещения. Офисные площади будут располагаться с 4 по 8 этаж и на нижних минусовых этажах. В тех же конструкциях, которые сейчас существуют, в тех же конструкциях будет все это здание. Но, как всегда, все упирается в финансирование. Как известно, собственник долгое время испытывал трудности, банки отказывали ему в кредитах. И сегодня судьба недостроя, по сути, в руках МДМ-банка. На оградостроительный совет приехал председатель правления группы компании Одис Александр Одинцов. Нам удалось с ним пообщаться. Давайте послушаем наш с ним диалог. Как дает же сейчас деньги МДМ-банку? Сейчас да. Я боюсь уже сглазить, потому что состоялся уже один кредитный комитет. И мы самое заинтересованное лицо. И нас уговаривать строить совершенно не нужно. Потому что это каждый месяц капают деньги, которые ложатся на плечи другой нашей организации. Мы очень сильно хотим построить этот отель. Так когда? Конец мая, начало подготовительных работ, активная работа, июнь месяц. А завершение? Этот отель будет строиться оптимистично, для того, чтобы все под ключ. Это полтора года. Что ж, остается надеяться, что судьба Одис отеля все-таки окончится счастливо. Впрочем, единственный постоялец у Одиса уже был. Напомню, в феврале прошлого года там приютилась лисица. Среди бетонных камней хищница чувствовала себя вполне комфортно. Но вот людям это комфорта явно не доставит. Надежда Давыдова, Павел Иритков, Вести Чебоксары. И как нам сообщили только что, представленный градостоятельный совет отправил концепцию отеля на доработку. Так что, возможно, облик гостиницы, по крайней мере, на бумаге, но снова изменится. Продолжение следует...